Дамы и господа, здравствуйте! Меня зовут Карен Адамян и вы смотрите Moneyball. Трансферное окно. Время не только больших подписаний и слухов, но и тяжелых длительных переговоров. Трансферные саги лета 2015. Тема сегодняшнего выпуска. На прошлой неделе, как гром среди ясного неба, грянула новость из английских и испанских СМИ. Манчестер Юнайтед хочет купить Неймара из Барселоны. Причем говорилось, что МЮ готов заплатить за 23-летнего бразильца отступные в размере 190 миллионов евро, прописанных у него в контракте, срок которого истекает в 2018 году. Но в итоге официального предложения Барсе так и не поступило. Тяжело представить Неймара в Манчестер Юнайтед. Нет, при всем уважении к МЮ, зачем Неймару сейчас туда уходить? Да, у Юнайтед деньги есть. Еще 100 миллионов евро. Руководство готово выделить на трансферы этим летом. Но команда только-только вернулась в Лигу чемпионов. А получится ли у Вангала второй сезон или нет, еще неизвестно. Достроит ли он Манчестер Юнайтед? Слишком рискованным был бы этот переход для бразильца. Зато он попал в один список с Александром Кокориным, которого тоже некоторые СМИ сватают в Манчестер Юнайтед. Наверняка Неймару приятно. Кстати, эти слухи активизировали и каталонцев. Тут же появляется новость о том, что Неймару будет предложен новый контракт до 2021 года с отступными в размере 250 миллионов евро. А мы идем дальше. Еще шесть трансферных саг лета 2015 года прямо сейчас. Шестое место здесь английский защитник Джон Стоунс. Ему 21 год. И еще два года назад вы о нем ничего не знали. Более того, уверен, что многие из вас не знают его и сейчас. И в этом нет ничего страшного. Но дело в том, что в 2013 году, когда он только перешел из Барсли в Эвертон, его цена была по данным трансфер-маркт 1 миллион евро. Сейчас же он стоит по данным трансфер-маркт 13 миллионов, но Челси из Лондона готов выложить за него 45 миллионов евро. Вы можете в это поверить? Причем ранее Эвертон отклонил предложение Синник в размере 40 миллионов. Оставим Эвертон в покое. Сами разберутся. А вот Стоунс. Зачем ему сейчас Челси? Парню 21 год. Он играет в основе ливерпульского Эвертона. И все у него хорошо. Через год чемпионат Европы по футболу. Зачем что-то менять? Ведь гарантий, что в Челси он будет игроком основного состава, нет совершенно. На пятом месте еще один футболист, за которым охотится Челси Роман Абрамович. Здесь Поль Погба. Глядя на состав, Челси тяжело назвать больше пяти футболистов, которые бы на 100% точно усилили команду. Так вот, француз Поль Погба как раз из них. Только представьте, центр поля Челси. Матич Погба Фабрегас. Просто фантастика. 22-летний француз стоит огромных денег. По информации итальянских журналистов, Ювентус уже отказался продавать Погба лондонцам за 75 миллионов евро. Самому игроку Челси предлагал оклад в размере 8 миллионов евро в год. Честно говоря, в уход Погба сейчас верится с большим трудом. Недавно он получил 10-й номер в Ювентусе. Еще раз, 10-й номер в Ювентусе. Уровень ответственности колоссальный. Мы идем дальше. Четвертое место. Здесь находится Сергио Рамос. Еще один футболист, которого хотели видеть в Англии. Манчестер Юнайт. Это мечтал его заполучить, когда Сергио Рамос сомневался, продлевать контракт с Риалом или нет. По данным Траффер Марк, его цена 40 миллионов евро. Он не продлевал контракт, так как не решил некоторые вопросы с руководством клуба, который так легко обычно расстается со своими легендами. Помним Рауля Кассириса. Мне просто нужно было уладить некоторые персональные разногласия. Я всегда отдавал себя без остатка этому клубу и готов к ответственности, которую накладывает капитанская повязка. Сказал Рамос после того, как пробил в итоге контракт с Риалом до 2020 года с повышением зарплаты с 6 до 10 миллионов евро в год. К слову, Юнайтед был готов платить Рамосу на 2 миллиона евро в год больше. Третье место. И здесь бельгийский полузащитник Вольфсбурга Кевин Дебрюйне. 17 августа Дебрюйне заявляет в СМИ, я точно останусь в Вольфсбурге на следующий сезон. Через день, 18 августа, агент Дебрюйне говорит, Кевин просто пошутил, сказав, что останется в Вольфсбурге. После этих новостей не было сомнений в том, что этот игрок уйдет из Вольфсбурга, тем более, что Манчестер Сити готов заплатить у него 80 миллионов евро, хотя его цена, по данным Трансфер Марк, только 45 миллионов евро. Агент Дебрюйне в Сити по пятилетнему контракту составит до 20 миллионов евро в год с учетом бонусов. В прошлом году он в 34 матчах Бундеслиги забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу. Его игра в прошлом сезоне сплошной восторг, а ведь парню только 24. Сити получит большого футболиста. Самому же Дебрюйне наверняка будет приятно бороться в чемпионате Англии против Челси, откуда его когда-то выгнал Жозе Морини. И где в воротах играет вратарь Тибо Куртуан, с которым ему когда-то изменила его девушка. Второе место – Карин Бензема. На прошлой неделе Бензема купил бриллиантовый мяч за 250 тысяч долларов. Это, конечно, весело, но о нем были новости поважнее. Лондонский Арсенал всерьез решил, что может купить его. И более того, появились новости, что Реал готов отпустить Бензема в Арсенал за 70 миллионов евро. Ситуация накалялась. Болельщики уже всерьез думали, что трансферу быть. Как тут Бензема пишет в Твиттере пост. Для всех этих клоунов, которые хотели заставить фанатов поверить в эти слухи. Реал – мой дом. Наконец, первая строчка. Здесь первый случай из шести саг, когда игрока зовут не в Англию, а из Англии. Здесь испанский вратарь Давид Дехея, которого очень сильно хочется получить мадридский Реал. Чего же греха таить? Сам Дехея тоже хочет уехать в Мадрид. Но есть одна проблема и большая. Наставник Юнайтед Луи Ван Гал не хочет отпускать его. И более того, они несколько месяцев с Дехея просто элементарно не разговаривают. В конце сезона у вратаря заканчивается контракт. И он может уйти вообще бесплатно. Сейчас же у Манчестер Юнайтед есть возможность получить хотя бы около 30 миллионов евро. Для Дехея срыв перехода в Реал будет настоящей катастрофой. Его в МЮ уже и в резерв отправляли. Если он останется в Юнайтед, а такой вариант вполне возможен, так как Реал не хочет платить 40 миллионов евро и лучше заберет его через год бесплатно, тогда лишится работы его агент Джорджа Мендеш. Еще три года назад вратарь договорился с ним, что тот организует его переход в Реал. В противном случае Галкипер получит компенсацию в размере 5 миллионов евро. Как закончатся некоторые из этих трансферных историй, а также что нам преподнесут в ближайшие дни трансферного окна, скоро узнаем, дедлайн будет жарким. У меня на этом все. Всего доброго!